История эта началась в мае. Двор 54-го дома попал в программу формирования комфортной городской среды. Старшая дома собрала подписи жильцов, согласных на обустройство по некому плану. Работы начались, правда, потом оказалось, что большинство людей против такого ремонта. Проект никто в глаза не видел, рассказывают жильцы. Все жители ужаснулись, потому что ни одного парковочного места, ни расширение дороги. Двор позволяет, а по факту даже скорая не может подъехать. Избрали новый совет дома. Люди начали собирать подписи под новым планом. По их мнению, он хоть как-то решил бы проблемы. Но бюрократическая машина была уже запущена, собственно, как ремонтная. Подрядчик продолжал работы по старому плану, не слыша просьбы жителей. Пригласили они в гости и мэра, рассчитывая на помощь в решении сложившейся ситуации. Василий Новиков тогда был категоричен. Вам карманы нужны? Да! Отлично. Второй вопрос такой. От нас, от власти, зависит, где их сделать. Я пришлю людей, посмотрят. И будем искать. Все вопросы, которые необходимы, транслируйте депутату своему. Мы все порешаем. Договорились? Договорились. Я вас застаю. Спасибо. 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 С того визита мэра прошло два с половиной месяца. Вот что сделано за это время. Практически ничего жалуются жильцы и добавляют. Непонятно до сих пор, каким планом руководствуется подрядчик. В данном случае УКС города Орла. По старому плану только расширение чуть-чуть дороги на один метр с первого по шестой подъезд и все. И все? Ну, по сути дела, да. По новому плану люди хотели расширение проезжей части по всему дому в две полосы. То бишь с первого по шестой подъезд и с шестого по четырнадцатый, соответственно. И буквально два-три парковочных кармана. Все. Как нам удалось выяснить, ВУКС работы будут вестись согласно старому плану. Пока не появится утвержденный новый. Иначе с подрядчика спросят. Жильцы 54-го дома давно просили обустроить им детскую площадку. Буквально три недели назад здесь появился тренажер, здесь появился стол, беседка и качели. Правда, все это появилось в разных местах двора. А что же мэр? Мы обратились к Василию Новикову с просьбой прокомментировать ту встречу в мае и к чему она привела. На тот момент, когда мы общались с жителями, они пообещали сделать несколько вопросов, порешать для себя. То есть провести собрание и утвердить другую схему ремонта дворовой территории. Депутат говорит мне, администрация мне докладывает, что не могут найти общий язык по жителям. Одни говорят, не надо, другие говорят, надо, но при этом я пользуюсь той ситуацией, которую слышал сам от жителей. Поэтому я и дал команду переделать. Согласно старому плану, двор должен быть сдан к 28 августа. Осталось две с половиной недели, а работы сделаны от силы на 15%. Но и бумажная волокита наконец-то сдвинулась с мертвой точки. Жильцам удалось договориться. Об этом нам рассказал глава северного района Владимир Маркин. Теперь подрядчикам придется ускориться, чтобы успеть срок. Иначе их ждут штрафные санкции. Олег Рудаков, Кирилл Иванов, Андрей Борискин, Телеканал Первый областной.